Следующий подход, о котором мы поговорим, это подход социологический. Подход людей, которые изучают динамику больших групп людей внутри той или иной культуры, внутри человеческого общества. Принципиальная особенность социологического подхода заключается в том, что социологов интересует не взаимоотношения отдельных людей или взаимоотношения групп с отдельными людьми, и не религиозные убеждения кого бы то ни было. Их интересует участие целых общин или целой динаминации в религиозной жизни страны в динамике общественного развития. Поэтому один из известных социологов, которые занимаются изучением религий, Джон Салиба говорит об этом следующее. «Социологи не судят об истинности или ложности убеждений культов, в отличие от богословского подхода, и о хороших или плохих последствиях влечения в культ для конкретных членов, в отличие от психологического подхода. Социологи уделяют основное внимание существованию таких новых религиозных сообществ, как маргинальной субкультуры или группы, конфликтующие с обществом в целом. Для социологов важно исследовать, каким образом и почему появляются новые ценности, убеждения и обычаи, каким образом новые религиозные идеи приобретают популярность, и каким образом на свет появляются новые экспериментальные общины. Соответственно, термины, определения, понятия, которые используют социологи, они очень многообразны, их спектр совершенно невероятен. И какого-то единого определения, единой классификации, единой системы, к сожалению, до сих пор в социологии нет. И один из самых известных специалистов по социологии религии, Брайан Уилсон, он пишет об этом следующее. «Если наше исследование новых религий не приведет к созданию единой теории, которая могла бы в рамках единого набора теоретических постулатов объяснить все подобные феномены, где бы они не имели места, мы не должны относиться к такому выводу с тревогой. Это социологическое предубеждение, причем безосновательное, предполагая, что сравнительный анализ всегда приводит к созданию единой теории и формулировок, применимых к любым условиям. Подобный вывод может быть получен лишь путем игнорирования важности эмпирических данных и исторического многообразия общественных культурных форм, и только посредством сведения фактически различных явлений высокоабстрактной обобщающей категории, абстрактность которых будет усложнять понимание общественных реалий в той же мере, что и упрощать. Новые религии во всем мире, несомненно, имеют некоторые общие черты и функции, однако они также проявляют многочисленные различия, и роли, которые они играют в разных обществах, скорее всего, будут различаться в такой же степени, как и сами эти общие группы. Иными словами, когда мы пытаемся создать некую общую социологическую модель, мы это делаем за счет очень серьезного упрощения. То есть мы исключаем очень много переменных для того, чтобы у нас получилась некая модель, которая бы с нашей точки зрения объясняла бы все, что происходит вокруг. Тем не менее, несмотря на все эти сложности, социологи пришли к неким очень интересным выводам. И, по сути дела, сегодня в мире существуют две более-менее общепринятых модели, о которых мы с вами и поговорим. Начало одной модели, или начало одному подходу в рамках большого социологического подхода положили исследование известного немецкого философа, социолога, которого звали, богослова, которого звали Эрнст Трёльч. И типология, которую предложил Трёльч, в свое время она включает в себя три элемента. Церковь, секта и мистицизм. Церковь, секта и мистицизм. Он описывает очень подробно эту типологию в своей работе, которая называется «Социальное учение христианских церквей». И в этой работе Трёльч вывел три основных типа христианского мышления и проследил как их взаимосвязи, так и их влияние на жизнь общества до XVIII столетия. Его типология включала в себя церковную религию, сектантскую религию и мистицизм. Первые два типа он связывал с двумя формами церковной организации – церковью и сектой. Тогда как третий тип – мистицизм – он описывал как проявление антиобщественного индивидуализма, который не приводит к возникновению религиозных организаций в их обычном понимании, но может стать почвой для возникновения мелких, неформальных и недолговечных групп. Иными словами, у нас с вами есть две более-менее постоянных структуры, два более-менее постоянных типа организации – это церковь и это секта. Есть огромная масса людей, которые ни в какие организации не объединены. Они, по сути дела, сами для себя решают, во что они верят, чего они хотят, чему они следуют и что для них является главным. Вот для тех людей, которые не объединены ни в какие религиозные группы, Трёльдж придумал термин, который называется «мистицизм». То есть люди живут в таком неком мистическом вакууме, в такой абстракции мистической. Давайте с вами посмотрим на два основных типа религиозных организаций, которые предложил Трёльдж – церковь и секта. По прошествии какого-то времени другой социолог, которого звали Томас О'Ди, он предложил несколько пунктов, по которым церковь отличается от секты. Несколько характерных признаков, которые отличают церковную от организации от сектанской организации. Вот давайте мы с вами их запишем. Мы нарисуем такую табличку, самолётик из двух частей. В одной части у нас будут характеристики секты, а в другой части будут характеристики церкви. У нас с вами будет пять характеристик церкви и шесть характеристик секты. Вот давайте мы с вами их по очереди запишем. Сначала давайте запишем те характеристики, которые относятся к церкви. Первое. В церкви существует формальное членство по праву рождения. Формальное членство по праву рождения. Иными словами, человек, рождаясь в какой-то стране и в какой-то культуре автоматически считается православным, католиком, лютеранином, язычником, буддистом, индуистом. Человек рождается и автоматически получает некий статус или некую репутацию человека, принадлежащего к основополагающей, культурообразующей религии. Второй момент. В церкви существует предложение формализованных средств благодати и сопутствующие этому социологические богословские факторы, то есть иерархия и догма. Иными словами, вся внутренняя жизнь церкви формализована до невозможности. Любой человек на протяжении жизни должен пройти через несколько обязательных обрядов. Ты родился, тебя крестили, ты вырос, тебя конфирмировали, еще немножко вырос, тебя женили, еще немножко вырос, тебя похоронили. То есть человек проходит через определенные этапы, которые просто являются обязательными церемониями взросления. Как в иудаизме ребенка обязательно обрезывают, а потом он проходит обязательную церемонию вступления в возраст, точно так же и здесь человек, живущий в церкви, он проходит через некоторые церемонии, которые обозначают этапы его жизненного пути. Он может совершенно ни во что не верить. Для него важно, что он совершил некую церемонию. И главный вопрос, ты крещен, ты конфирмирован, ты венчан, тебя похоронили. То есть, иными словами, насколько твоя связь с церковью, она отмечена какими-то формальными признаками. Существуют некие догмы, доктринальные некоторые догмы в учении, которые в общем-то людей уже не подвергаются никаким сомнениям. То есть, ты родился, тебя научили каким-то вещам, и ты даже в Библию не заглядываешь, чтобы понять, насколько это имеет значение. Просто ты родился в этом. Для тебя это так же непререкаемо, как то, что с утра солнце восходит, а вечером заходит. Часть твоей естественной жизни. И церковная иерархия точно так же. Она как будто существовала всегда. То есть, она для тебя недосягаема. Там где-то наверху диакон становится священником, священник становится епископом, епископ-архиепископом, архиепископ-кардиналом и так далее. То есть, это происходит само собой так же естественно, как приливы и отливы. Природные явления такие. Вот это то, как социологи представляют себе суть понятия церкви. Абсолютно формальное, неизменное, практически ставшее частью повседневной жизни учения и особенности структуры. Третий момент. Инклюзивность социальной структуры зачастую совпадающей с географическими и этническими границами. Что имеется в виду? Имеется в виду, что церковь считает своей паствой или своим, как это у нас нынче называется, канонической территорией всех, кто живет в определенной географической границе. То есть, допустим, все, кто живут в такой-то области нашей страны, они все являются потенциальными прихожанами такой-то церкви. А люди, которые живут в другой области, потому что там эта церковь развита меньше, чем другая, являются потенциальными прихожанами другой церкви. И церковь относится именно таким образом. Понимаете, да, что я имею в виду? То есть, люди, живущие в определенной области, являются как бы потенциальной паствой той церкви, которая является там главной и определяющей. Четвертый момент. Эта церковь или вообще церковь, она стремится на обращение или привлечение в свои ряды всех людей. Да, она ориентирована на обращение всех людей. То есть, ее задача сделать так, чтобы 100% людей, которые живут на этой территории, они стали не просто потенциальными, но действующими членами этой церкви. Чтобы они все дружно крестились, конфирмировались, венчались, похоронились и так далее. То есть, чтобы каждый человек на самом деле участвовал в жизни этой церкви. Ну и, наконец, пятый момент. Пятый момент. Это тенденция или стремление приспосабливаться к существующему обществу и идти на компромисс с его ценностями института. Тенденция приспосабливаться к обществу и идти на компромисс с его ценностями института. Что это значит? В силу того, что такая церковь, как правило, воспринимает себя как светскую структуру в значительной степени. То есть, это именно организация, которая занимает всю каноническую территорию своей области или страны или чего-то еще. Она выступает как часть государственного механизма. Она участвует в политических диалогах, она влияет на принятие каких-то властных решений и так далее. Но, соответственно, у нее появляются некоторые обязанности перед государством. Для того, чтобы ее не трогали, для того, чтобы она могла совершенно спокойно жить, ей приходится оправдывать те вещи, которые государство делает. Государство, допустим, говорит, люди, гомосексуалисты и лесбиянки такие же люди, как и все остальные. Поэтому брак однополый так же хорош, как любой другой брак. И церковь, исходя из этого определения, должна сказать, есть, с завтрашнего дня начинаем венчать голубых. Общество говорит, допустим, я не знаю, сексуальные отношения с ребенком младше 18 лет или 16 лет вполне допустимо. И церковь тоже должна сказать, замечательно, завтра начинаем закрывать глаза на то, что педофильские отношения в нашей стране существуют. То есть церковь, она приспосабливается к тому, что общество вокруг считает для себя правильным. Вот это вот то, как социологический подход, именно вот эта его конкретная модель рассматривает понятие церковь. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok